Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем кушать, как вы думаете, что? Пельмешечки! Я уже давно хочу снять это видео, но что-то никак у меня руки не доходили. Рецепт этих пельмешек вы можете найти в инфобоксе. Обязательно заходите, смотрите. Это идеальный просто рецепт этого блюда, потому что они не разваливаются. Очень вкусные получаются, особенно вот тесто. Идеальное тесто для пельменей. Вот в идеальных пропорциях вы можете найти в инфобоксе, поэтому обязательно заглядывайте. Я, значит, в этот раз решила взять другой ракурс, потому что в прошлом видео и в позапрошлом видео все жаловались, что нет фокуса на еде. Сейчас я смотрю, вроде как фокус есть. Я думаю, что вы останетесь довольны, и мы продолжим снимать вот в таком ракурсе. Здесь, значит, у нас майонез и мой любимый, как вы думаете, что? Сырный соус. Вот именно пельмешки хорошо идут с майонезом. Мне нравится. Я люблю вот прям обильненько макать. Сегодняшний день опять сплошной стресс. Вчера я не снимала ни одного мукпанка. Вот, кстати, у меня иногда бывает такое, что в день я могу снять 4 мукпанка, да? А потом где-то 4 дня ничего не снимать. Вот, например, у меня выходной. Я как села, начала снимать. Один мукпанк, второй, третий, четвертый. А потом, например, 2 дня ничего не снимаю. У меня нету такого, что стабильно вот я просыпаюсь. Ой, как вкусно, как вкусно. Раньше я очень любила именно покупные пельмешки. Но сейчас, после того, как мама начала лук пропускать через мелкую терку, а лучше вообще через мясорубку. Это просто космос. Еще в ближайшее время обязательно будут манты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, манты это вообще к какой кухне относятся? К российской или к украинской? Вот я боюсь ошибиться. Потому что без шпармах он относится к казахской кухне. И получается, что вероятность того, что я ошибусь, минимальна. Также мне писали, кстати, еще киргизы. Огромный привет киргизии. Я вас обожаю. Вот киргизы мне писали, что оказывается, без шпармах это еще и относится к киргизской кухне. Так вот, напишите манты. Вот к какой кухне они относятся? Или напишите еще, что снять в следующем видео. Что-нибудь такое, что относится конкретно к вашей национальности. Например, коронное блюдо, например, украинцев. Или коронное блюдо, например, евреев. Вот мне интересно. Найдем с мамой, приготовим. И буду дегустировать. Манты, говорят, похоже на грузинские хинкали. Но пельмешки. Еще в Азербайджане есть, знаете, чуть мельче вот этих пельмешек. Называется дюшпяря. Тоже очень вкусно. Хотя вот так вот смотришь, мясо и мука, да? По идее, они должны по вкусу напоминать именно пельмешки. То есть разновидность пельменей. А нет, вкус совершенно другой, представляете? Но я вообще сейчас не об этом хотела рассказать вам. Мы вообще уже два дня просто отдубили из-за Азербаза. Два дня нету газа. Дома очень холодно. Следовательно, мы не можем ничего снять ни на Айкук. Ненормально, не знаю, походить по дому. Потому что я человек, который не переносит холод. Вот жару я перенести могу. Летом без кондиционера жить я могу и без проблем. А вот зимой, когда холодно. Кто не знает, отоплительная система у нас работает с помощью комби. Комби это такая штука, которая обогревает квартиру. И работает она с газом. Или давайте вот этот вот сырный сюда. И получается, что у нас газ выключают. Комби сам по себе выключается. Я вам в прошлый раз рассказывала, что у нас комби очень капризный. И чтобы его включить, нужно вызвать мастера и отдать ему 20 монат за это. Газ выключили. Потом включили. Мы позвали мастера, чтобы он включил его. Он взял у нас 20 монат и ушел. Потом газ опять выключили. И потом опять включили. Мы вызвали мастера. Мастер уже во второй раз не стал с нас брать деньги. Вот. И бесплатно включил и ушел. И теперь опять выключили газ. Вот что нам опять звонить мастеру? Как это действует на нервы? Это вообще что-то. Вот сидим в холоде. Решила что-то тепленькое покушать. Пермешечки отварила себя. А еще под прошлым видео одна девочка задала вопрос, который залайкали, наверное, человек 13. Про гадалок, короче, вопрос. Хожу ли я вообще к гадалкам? Верю ли я в экстрасенсов? Была ли я когда-нибудь у ясновидящей? Девочки, была. Несколько раз. С вас подругой. Вот. И на картах гадали, и просто в глаза смотрели, и Куран открывали, или Коран открывали. Тоже говорили судьбу. И вы знаете, все эти случаи были мимо. Смотришь битву экстрасенсов, просто вдохновляешься, думаешь, вот реально, что это есть, пойду-ка я посмотрю, может на мне порча. идешь и натыкаешься на всех этих шарлатанов. Вообще, я смотрела передачу, где выводили на чистую воду этих всех экстрасенсов, говорят, что вообще это подстава, и ТНТ, ТНТ или НТВ, на каком канале были битвы экстрасенсов. ТНТ все-таки. Так вот, там была передача, где всех этих, знаете, главных победителей битвы экстрасенсов звали на передачу, и давали им вообще самые легкие задания, они не справлялись. И говорят, что вообще эта передача просто сделана для того, чтобы были рейтинги. хорошие рейтинги, чтобы были, чтобы все смотрели. На самом деле, всем подсказывали. То есть, как-то так. Ну, в общем, один раз мою подругу, короче, бросил парень, и она очень расприживалась, и уже не знала, что делать, куда обращаться и так далее. И мы с ней нашли номер одного экстрасенса. Давно это было, наверное, года 4 назад. Я с ней за пару. Мы пошли. Кто живет в Баку, тот, наверное, знает Кент Эхмедли. И там есть одна женщина, ее зовут Тома. Она гадает на картах. Мы, мы, значит, пошли. И мы искренне верили, что мы наткнемся на экстрасенса. Просто это будет лучший экстрасенс. Вроде обычная такая женщина, занималась своими делами, все бросила и начала раскидывать карты. Раскинула карты и такая говорит, у вас ждут серьезные проблемы с финансами. Я вижу, говорит, сейчас у вас будут какие-то испытания, похожие на экзамены. Время было, наверное, декабрь, там, в январе экзамены, это ежу, понятно. А то, что мы студентки, наверное, это было заметно, я не знаю, про возраст. Ну, знаете, просто, знаете, мимо воду льет. И такая спрашивает, а по какому поводу вообще обратились? И она говорит, моя подруга говорит, так я, говорит, у вас хочу узнать, по какому поводу я обратилась. И она такая говорит, у вас, говорит, финансовые проблемы связаны с вашим братом. И она такая говорит, у меня вообще брата нету. Но она продолжает развивать эту тему. И в конце, короче, все мимо-мимо-мимо, она там что-то рассказывает, говорит. Я вижу, говорит, ваш брат там в тюрьме. Потом в конце мы ей сказали, по какому поводу мы вообще пришли. Дело в том, что ее бросил парень и так далее. И она такая говорит, может быть фотография. Мы показываем фотографию. И она такая говорит, этот парень в ближайшие 10 лет не женится. А вся фишка была в том, что он как раз-таки бросил мою подругу и через месяц обручился с другой девушкой. Это просто было настолько мимо, вот насколько возможно. А потом, еще раз где-то через пару лет, мы с другой моей подругой пошли к другой гадалке. Она тоже живет в Ахмедлах. Я не помню, как ее зовут. Знаете, где она живет, чтобы вы уже хорошо ориентировались? Около конта Хома в Ахмедлах. В этой территории она живет. Как зовут, не помню. Я почему это говорю вам? Вдруг вы тоже живете в Баку и вы хотите пойти к этим икс-россиенцам, чтобы вы не шли. Или опять же, если хотите, попробуйте на собственном опыте. В общем, пошли мы к ней. У нее даже была посетительница, которой она проводила какой-то обряд с крестом. Я не поняла, при чем здесь крест вообще, там какие-то песни пела и так далее. И знаете, как-то у нее дома было очень атмосферно. Вот такое ощущение, что это прям конкретно зашел к какому-то магу. У меня какая-то травка горела, знаете, и вот она прям веяла волшебством, так скажем. Мы, значит, сели на диван. Да, и она села напротив. Она гадала по кофейной гуще. Как только мы сели на диван, она такая посмотрела на меня, посмотрела на подругу, сделала такие странные звуки, вот так вот головой села. Ой, там, пошлите мне информацию. Вот. И получается, и она такая произносит, буква А. Я вижу букву А. И у нас прям с подругой дрожь прям пошла по телу, потому что меня зовут Алька, да, получается, я. Если она сейчас скажет и первую букву начала имени мои подруги, то вообще мы бы упали в обморок. Все, нашли экстрасенса. И потом она говорит буква Б. Мы такие думаем, на букву Б у нас вообще знакомых нету. Кто на букву Б? Мы такие не можем понять. И, короче, она несколько таких букв произносит. Вообще не туда. У меня подруга голубоглазая. Она лисгинка и с такими светлыми волосами очень похожа на русскую. И она такая говорит, я вижу какой-то крест. У вас, говорит, в роду нету русских или христиан? Она говорит, нет, я мусульманка, просто у меня отец голубоглазый. То есть у нас у лисгинов бывает такое, что голубоглазые, зеленоглазые, то есть бывает. И тут было понятно, что она просто пальцем в небо. Вот. Потом она начинает опять, знаете, я вижу вокруг вашего дома, в котором вы живете, какие-то тучи и так далее. А я уже дословно не помню, но закончилась эта история тем, что она так и не поняла, по какому поводу мы обращаемся. И тут я, короче, встряла в разговор. По идее, моя подруга никогда не была замужем и детей у нее тоже не было. Но она выглядела как-то постарше. Я сказала, если честно, вот зачем мы пришли. Дело в том, что моя подруга была замужем, вот, она развелась и сейчас хочет выйти замуж за другого молодого человека, но у нее есть дети. Но он согласен принять этих детей, говорю. Она просто сомневается, будет ли он относиться к этим детям так же хорошо, как к своим, например. Я вообще эту тему придумала сразу на ходу. Обычно это у меня никогда не получается. но тут как будто знаете информация из космоса пришла. И она такая говорит нет, не выходи за него замуж. Такая еще знаете вот эти движения сделала подождите я сейчас спрошу высших сил и такая говорит нет ни в коем случае не выходи за него говорит он к твоим детям будет очень плохо относиться Владом что-то хорошее я сказала правильно а может реальный человек пришел с такой проблемой действительно хочет узнать свою судьбу а она просто тут заливает и вот когда мы уже собрались уходить мы сказали что моя подруга вообще не замужем мы просто это сказали посмотреть на вашу реакцию и она сказала нам что вы знаете сегодня у меня какой-то день говорит что антенны не ловит иногда бывает говорит высшие силы ей помогают а иногда бывает они просто молчат вот сегодня именно тот день когда высшие силы не помогают ей бабушка в соседней комнате рассказывает историю в каких-то экстрасенсов паранормальные явления может они есть но они наверное даются одному из наверное 10 миллионов и эти люди просто наверное нам не попадаются причем вот это вот последнее которое вообще ничего не отгадала она еще взяла с нас деньги еще она сказала что я чувствую по вам что вы скептики и поэтому информация не идет вы просто должны поверить в это чтобы я вам дала нормальную информацию ладно об этом можно говорить очень долго все видео просто буду отвечать на один вопрос рассказывать истории жизни следующий вопрос айка можно вопрос будет ли видео с братом с братом я бы хотела снять видео тем более он очень любит покушать он просто может три пельмена взять и в рот засунуть у него рот вообще огромных размеров и сладко он обожает но есть такой момент что он живет в другой стране и пока что он приезжать не собирается если он приедет я могу как-то его уговорить или сама поехать туда вообще было бы очень интересно я думаю именно с братом но он у меня такой грубоват и честно многие даже может не поймут его шутки этот его разговор вы че сядет и сказал давай жрать вот этот его разговор который такое ощущение что он наезжает на тебя понимаете вот так вот наезжает вот я вот думаю что это скорее всего не все оценят все напишут какой он грубый как он с тобой разговаривает но я то привыкла сколько лет уже вот пельмешки отсюда убрались да а вот эта штука она темная и вот сразу весь свет на мое лицо ну кто понял тот понял короче поэтому немножко картинка изменилась вкусно было не сложно не могу сказать что я прям голодная осталась нет последняя последняя я замечаю что я все меньше и меньше пью воду но не только воду я имею ввиду соки всякие напитки в процессе того как я снимаю мукбанг может быть с этим связано что последнее время я могу много съесть не знаю точно в общем как-то так я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки обязательно переходите в инфобоксе на рецепт всем удачного дня всем пока